Усиление ветра в Ненецком округе сегодня, 17 февраля, внесло существенные коррективы в работу Нарьянмарского аэропорта и передвижению по зимней автомобильной дороге. Еще вчера Главное управление МЧС по Ненецкому автономному округу предупредило его жителей об ухудшении метеорологической обстановки в регионе в связи с метелью и усилением ветра до 14 метров в секунду и его порывами до 24 метров, а на побережье до 29 метров в секунду. Спасатели призвали население воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. По погодным условиям на 18 февраля были перенесены авиарейсы по местным воздушным линиям из Нарьянмара в Каратайку, Варнак, Амдарму, Усть-Кару и Индигу. Отменен и перенесен на завтра рейс компании ЮТР в Москву. По прогнозу метеорологов, неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших двух дней. Лишь в среду порывы ветра начнут ослабевать. По Ниньскому автономному округу ожидается облачное с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого дождя. Местами метель, гололед. Ветер ночью южный и юго-восточный, днем юго-западный 10-14 метров в секунду. Местами порывы до 23 метров в секунду. По побережье до 20 метров в секунду, местами до 29 метров в секунду. Температура минус 3, плюс 2, на северо-востоке округа ночью до минус 8 градусов. В связи с погодными условиями сегодня были отменены занятия для учащихся с 1 по 4 класс второй смены. Несмотря на то, что порывы ветра были достаточно сильными уже в первой половине дня. А постоянная скорость ветра превышала 12 метров в секунду. Но по существующим нормативам занятия в школе отменяются с 1 по 8 класс при постоянном ветре скоростью 15 метров в секунду и более. Независимо от температуры воздуха, во всех образовательных организациях округа при ветре 20 метров в секунду и более. Порывы ветра, такие как сегодня, почему-то не учитываются. Мнения горожан и школьников по этому поводу разделились. На усмотрение родителей отпускать детей или нет, не могу сказать вам. Мне кажется, можно рассмотреть вариант, да, почему нет. Сложно ходить, сложно ходить и реально можно даже заблудиться. Я считаю, нет, потому что это не сильно же такой прям мороз, это просто, ну, да, есть метель немного, но я не считаю. Еще какие у меня есть? Очень глаза не видно. Туман. Ну, как-то живет далеко и ему может неприятно идти, например, ветер, но я живу близко. Мне не очень. Я не вижу камеру, туман, не дойдешь до дома. Да, ну, неудобно очень. Все сливается снегом. Все должны отменяться, независимо от возраста. У всех одинаковое восприятие у морозов. Добавлю, на зимней автодороге Наринмар-Усинск в связи с неблагоприятными метеоусловиями было введено ограничение движения для всех видов транспорта. Однако, как сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на подрядную организацию, содержащую зимник, сегодня он был открыт для грузового транспорта и полноприводных внедорожников. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.